значит начнем как обычно с обсуждения домашних заданий я его к сожалению забыл ну точнее поздно вспомнил выложить в этот но насколько я помню там было про фуздорф власть вопрос да и про целозамкнуто ли кольцо функции на ну вот на кривой такой да два по-моему две задачи было правильно диагональ да значит показывать Возьму какую-то точку. Возьму такую ответственность у y, что у y самосвещенность у y, не пересекает диагонали. Это значит, что у каждой точки диагонали есть ответственность, которая не пересекается диагональю. Значит, это действительно дополнение к этой диагонали. Ну, объединение всех таких окрестностей по всем точкам, нам же не важно, насчетное, конечное, бесконечное. Да, такое объединение будет тоже открытым множеством, а это в том числе дополнение к диагонали. Значит, в обратную сторону, пусть у нас диагональ замкнута, значит, дополнение открыто. Дополнение это какое-то объединение. Значит, дополнение это объединение. Дополнение к диагонали. Это какое-то объединение унала. Дополнение к диагонали. Даже может быть там и бесконечное, и как угодно, да. Да, значит, по лямбе, по лямбе, по лямбе, по лямбе, по лямбе. Значит, до каждой точки xy, которая в ней диагонали, существует у лямбе, по лямбе, в ней диагонали, по лямбе, по лямбе, на лямбе, на лямбе. Значит, что, как резность у лямбе, это значит, что у лямбе, это сеченность у лямбе, выполняет в себе множество, при этом у лямбе содержит точку x, у у лямбе содержит точку x. Ну да, каждая точка попадет хотя бы в одно из таких объединений, ну, одно из таких множеств. Ага, хорошо, отлично. А вторую задачу? Давайте. Ну, ответ нет. Еще раз, задача была такой, что есть в формате b, которая есть в квадрате. Нас спрашивали целое от b на k на v. Ну, ответ нет. Ну, действительно. Возьмем... Для самого простого объединения Он очевидно требует лежит kv А тут надо упоминание. Кv kv Кв Можем дать члены лидер p плюс y все и Можем дать члены к 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 У нас тут кратуро представлялось так, я хочу доказать, что тогда следующий элемент, несомненно принадлежащий более частный, не будет целого количества. Ну если хочешь. Пусть не так, противно. Тогда нашлось некоторое уравнение. 1 равна x в степени n, плюс a, n-1, x в степени n-1, плюс a, 1 на x, плюс 0, равно 2. Где? Алита это что? Ну, алита это элементы, да. То есть многочленные от x, y, ну, там, например, вот такого вида. Да, ну, такой цель. Ну, то есть, хорошо. Ну, давайте перейдем вот от этого уравнения. Как говорят, мы получили такой. У нас получится 1, плюс... 1, а то будет какой-то многочлен g, x, y без свободного члена. То есть мы здесь перейдем слогально. Свободного члена по какому? Или вообще? Без свободного члена вообще. Хорошо. Хорошо. Мы везде все будем умножать на x. Поэтому у нас не будет просто какого-то элемента более k. дыма. Хорошо. Ну, когда мы будем умножать на x, у нас может случиться... Ну, да, и... Степень может понижаться. Да, степень может понижаться. Но у нас понижение и людей не может в степень нулевую перевести. у нас нет такого отображения, которое мы степень вновь делаем. То есть у нас нет такого соотношения, которое мы позволим о том, что x квадрате, то есть x кубе, то есть x кубе, то есть x кубе, то есть x кубе. Ну, y, в принципе, может быть. Представим, у нас x квадрате отсюда донесся. Здесь как раз степень, ну, здесь мы что-то умножили на x квадрат, на x куб, да, предыдущий на x квадрат. Там как-то сложили, пусть у них коэффициенты одинаковые. У нас получился y квадрат, y квадрат с каким-то предыдущим сложился и там занулился. Да, занулился, да, но имеется в виду ненулевого слоуного члена никак не появится отсюда. То есть у нас тут нет способа появиться ненулевому слоуного члена. Занулить у нас может все, что как угодно. Ну, ненулевой элемент в поле здесь не появится. Значит, когда мы x-н... Ну, т.е. я могу написать это так, что это x на b плюс y на... В каком-то таком смысле. В смысле? Что у меня не будет, что... То есть вот в таком виде она получается. Да, он может как-то занулиться, занулиться, но свободно. Но элемент в поле здесь не появится. Смысл да? Их не появится, а у нас появятся отношения, которые... Вы сказали, что вот у нас нет отношений к другим, давая или нет в поле. Они могут как-то складываться, умножаться, почитаться. Но у нас нет отношений к другим, давая или нет в поле. А если их нет, то ему не откуда появится. Ну, чтобы это произошло, то это произойдет только когда... Когда... А b с волной и у с волной не еще? Ну, b с волной... У с волной... Какие-то многочлены... Как? 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 Ну, дальше... Как? 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 Да, да. Все. Но сам факт в том, я не знаю, как они точно приведутся, какие соотношения мне будут давать. Здесь сам факт, что у меня элемент в поле никогда отсюда не выскопил. Все. Ну, все. А это может ромать всю ноту, когда... Тогда... Тогда... x, b с волной... То есть у... У с волной... У с 1... 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 Ну, почему? Потому что... Если это равно 0, то это равно 0 в любой точке. Значит, я могу взять x, равное 0, y, равное 0. И без 2 до 101 равен 0. Наверное, сколько я делаю? У с 1 на x не алкебра h, значит, если хотя бы 1 на x не алкебра h, значит, если хотя бы 1 на x не алкебра h, то не все. Нельзя так сказать алкебра h, но он не алкебрит. У с 8. рассматривал но я говорю можете такую взять мультику ну похожим образом да ну по разному можно ну да такое решение тоже годится понятно было давайте тогда раз мы быстро разобрали домашнее задание давайте есть несколько задач которые такие немного отдельные такие долги из прошлых разов которые мы хорошо бы разобрать ну давайте может быть может быть на чуть-чуть на позже оставим ну давайте хорошо давайте в общем все наверное сегодня хотелось бы порассматривать всякие регулярные добра рациональное отображение давайте раз на раз лекция осталось обещание давайте докажем докажите значит что регулярная функция что регулярная функция на замкнутом множестве функция значит что функция регулярная в каждой точке замкнутом множество на самом деле регулярно все хорошо понимают в чем утверждение или это обсудить напомнить значит у нас есть функция да что значит функция регулярно в точке на что у нас есть какой-то в и для и для любого 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 мы ее можем представить как f от x разделить на ж от x где ж от x не равно нулю совершенно не обязательно что такая функция что ну такое представление f и же они для разных для одного и того же ну как бы для всех их сов они будут одинаковы да в принципе но это даже неверно такая область определения у регулярных рациональных функций да все такие точки x в которых так можно представить ее это называется область определения но это уже упоминалось на лекциях такое слово вот на область определения не обязательно тут если мы просто где определена в принципе такая вот такой многочлен если мы не не будем какие-то коллекции но там где же от x не равно нулю вот на совершенно неверно что область определения рациональной функции имеет такой вид она может быть больше но доказывается что если в каждой точке можно представить в каком-то виде в своем вот то тогда вся функция рационально вся функция регулярно то есть просто задается многочленов ну не ну как угодно давайте то есть поскольку это же не домашнее задание давайте можно там выйти к доске вместе рассуждать то есть не обязательно решение но на вещественное не стоит переносить потому что там эффекты всякие x квадрат плюс y квадрат плюс один она может быть у нее нету нулей вот но как бы над комплексными числами они она есть но не совсем я бы так был с этим осторожно потому что когда мы вида 1 на же мы хорошо может быть мы докажем в этом случае но совсем не всякие же функции в таком виде представляется из этого как бы если мы так как бы ну да если у нас есть какая-то функция f от f от x тоже играет большую роль потому что она как-то взаимодействует взятых когда мы в одной точке в другой а так и так мы ограничимся меньше ну в каждой точке но это и значит ну и в окрестности тоже что значит окрестность открытое множество который в котором лежит . ну множество вот это же от x не равно нулю это я написал открытое множество его дополнение замкнуто 0 и многочисленный взятых давайте все комплексные числа все комплексные числа для просто тут это не так важно тоже вопрос а можно ли считать что не надо писать что для любого x существует g что может типа возьмем возьмем последовательность точек сходящихся возьмем просто точку степень g какая-то самая маленькая ну степень g тоже плохой вариант потому что мы ее можем ну как бы сложно ее контролировать у нас ну не верно же что мы просто сокращаем многочлены да ну вот например например пусть у вас в это x y равно z w такой уровень второго порядка да рассмотрим на нем фугу вот это типичный пример функция x разделить на z да но она не где она такая функция не определена но ясно что где где она определена да и там где z не равно нулю а где z не равно нулю это где z не равно 0 где z равно 0 она не определена но это не определен многочлен а сама функция вполне может быть определена потому что мы x разделить на z да это равно w разделить на y поэтому это ровно та же самая функция и она вполне может быть определена где z равно нулю а y не равно нулю но я не совсем понял мысль но по моему она в правильном направлении движется давайте я попробую предложение да может быть вы смотрите вот он пусть у нас есть ну вот у нас мы по иксу как-то сопоставляем ее представление fx разделить на g ну я не буду аргументы писать у каждого икса есть такое представление может не единственно понятно что мы можем там там нужно что-то давайте рассмотрим рассмотрим множество всевозможных всевозможных знаменателей то есть функций это это не отображение ничего это просто как бы стрелочка она ничего не значит да потому что это каждому иксу понятно что же от икс можно бесконечным количеством способов там например умножить это здесь на многочленное число здесь надо и здесь надо умножить ну как бы тут будет два же от икс функция другая множество всевозможных знаменателей таких функций ну да для всех икс то есть у нас для каждого икса есть куча функций которые ноут у нас и представляете виде виде отношения для каждого икса есть целое множество функций которые могут возникнуть как знаменатели а теперь мы вообще по всем иксам по всем множеству рассмотрим давайте как-нибудь его назовем и давайте подумаем что это за множество и идеал да давайте посмотрим ну давайте проверим значит почему сумма скажем значит почему сумма такие сумма ну как бы сумма возникает там же где в общем почему сумма таких значит понятно что ну во первых произведения да если мы же это умножим да тогда у нас лица какого то есть h можем написать hf x разделить на hg x да это будет та же самая функция но единственно у нее просто область определения чуть уменьшится но если мы как бы вот да 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 нет у нас точки точки x как раз разные но давать или приводим ну да да вы не приводим и есть соответствует числитель подкур potato v ну давайте SENSE это точка могут быть разные да нет мы не числители смотрим и знаменатели смотрим нет но для каждой точки существует такое но не нет идеал вот у нас для каждой точки есть нет нет нигде это по всем точкам они обращаются это открыто это открыто множество вот это не обращается ноль это мало не пусто значит что ну конечно не пойдем как это предстоит еще так чтобы это равнялось есть на G тут же то что G от X1 да да пусть вот у нас тут какая-то точка нет но надо нам нужно но я не совсем мне кажется это не совсем правильно потому что я это же функция должна представлять то же самое функцию то что вы говорите это очевидно не верно Тимур то что вы говорите это очевидно не верно есть не равная нет 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 Тимур подожди можно вопрос а если я возьму функцию G от X и минус G от X они обе подходят и сумма тем не менее ноль нет нет Это не идеал. Хорошо, отлично. Это не идеал. Тогда давайте попробуем... Это не идеал. Я не понял. Где сломалась? Ну, например, там 0 может получиться. Ну, давайте тогда попробуем это исправить. Тогда породим им идеал. Значит, ну что I, пусть G. Это идеал, порожденный этим нашим гиром. Да? Понятно? Вот у нас есть какой-то набор функций. Вот. Большой. Бесконечный и так далее. Вот. Мы рассмотрим идеал ими порожденный. Вот. Это будет идеал некоторый. Что мы можем сказать про этот идеал? Во-первых, у нас с идеалами мы как-то научились немного работать, да? Потому что мы знаем, например, с чего мы начали, что каждый идеал, конечно, порожден, да? Порожден конечным набором функций. Значит, пусть G порожден функциями G1 и так далее Gm, да? И так далее. Что мы... Получается... Получается каждую точку, ну, как бы... Получается вот... Фи равно F1 на G1, равно Fm разделить на Gm, где, конечно, эти... Ну, вот эти функции, они в разных местах определены. Где-то G1 равно 0, там это не определено. То есть это равенство... Ну, как бы, не во всех точках. Но для каждой точки... Хотя бы одна... Одна из этих же... В общем, для каждой точки такое представление есть. Что мы тогда можем сказать? Про G1 и Gm? Не знаю, но множество их нулей... Для каждой точки определено либо G1... Да, либо G1, либо G2, либо Gm. Может быть, несколько сразу. Ну, а хотя бы одна уж точно определена, да? Значит, в пересечении нулей же Gm... Значит, в идеале просто... Правильно! Значит, не может быть точки, где... В них нету общих нулей, называется, да? Потому что не существует точки, где все они зануляются. Потому что тогда бы весь идеал вот этот занулялся, да? Понятно всем? Если бы... Если в этой точке каждая... В какой-то точке каждая из образующих идеала зануляется... Ну, значит, все функции в идеале зануляются. А значит... Ну, мы-то знаем, что для каждой точки существует... Хоть одна какая-то не зануляющаяся функция. Вот эта Gx пресловутая. Значит, у этих функций нету общих нулей. А если нету общих нулей, то что мы... Потому что идеал это все. Ну, идеал это все. И что это... То, что называлось, по-моему, упрощенный вариант теоремы Гильберта. О нулях, да? В чем? Ну, константу мы выберем, например, единицу, да? Значит, и единица представлялась... Единица равно сумма какой-то альфа-ито, G-ито. Да? Где альфа-ито это многочлены. Это не числа, а многочлены. И G-ито многочлены. Да? Да. Тогда что мы можем... Можем ли мы отсюда как-то вывести что-то про фи? А значит, что сумма... Что многочлен альфа-ито, деленные на сумму альфа-ито, G-ито, будет фи? Ну, может быть. Нет, фи это сумма... Нет. Лега проходит. Нет. Нет. Фи вот она... Я не очень понял. Мне кажется, что... Нет. Реально. Свойстворяя. Если какая книжка, эта старая, которая называется свойстворяя, тогда у нас отношение, что нужно так складывать и числители, и упоминать. Да. Ну, в общем... Это что за книжка такая? Ну, тут написано точно неверно, но как бы вы зря знаменатели складываете. Вот это... А... Это единица? Значит, это как-то единица. А! Да. Дай, извиняюсь. Да, это же единица, правильно? Нет. Подожди, почему ты так скажешь? Только вот это не фи тогда будет. Да. Да. И я же не смотрю здесь. Нет, нет. Почему ты сумма λ? Да и ты как так смело складываешь дроби? Что? Как так сказать? Нет, вот здесь вот у вас единица получила. Я могу доказать, что это такая сумма? Давай, докажем. Я докажу. Значит, это вот эта сумма. Ну, вы, на самом деле, правильно говорите, да. Давайте я чуть по-другому даже скажу. Вы все правильно. Нет, на самом деле, тоже когда говорил, я имею в виду на фи домножитель. Да, можно обе части домножить на фи. Ну, это то же самое сделано, да? Давайте возьмем это равенство обе части на фи домножим. С одной стороны у нас будет фи, с другой стороны сумма альфииты фи на жииты, да? Сейчас, подожди еще раз, почему сумма лямда иитых на фиитых, где сумма лямда иитых на жиитых это фи? Вот объяснение. Значит, вот это, ну, он взял вот это, ну, как бы, это то же самое, что сумма альфаитых фиитых равно сумма альфаитых жиитых на фи. Да. Ну, это чему равно? Сумма альфаитых, я то же самое пишу, на самом деле, сумма альфаитых умножить на жиитых умножить на фи, правильно? Ну, я фи занял в скобку. А. Согласны? Да. А жиитые на фи? Мы знаем, чему равно это и хитые. Все правильно, да. Даже меня почти запутали. Вот. Ну, или другими, ну, тоже ровно то же самое, это просто вот это равенство домножить на фи. Слева будет фи, справа, ну, собственно, вот то, что здесь и написано. Вот. Хорошо. Значит, это обещание мы выполнили. Давайте теперь рассмотрим два примера проекции. Вот. Один у нас уже, да, даже на следующем семинаре вы даже еще будете, я так понимаю, еще третий пример, но они все примерно одинаковые. Давайте посмотрим, вот помните, у вас, когда говорили регулярно рациональное отображение, пример был это проекция из точки. И было написано проекция по определению, это такое, ну, вот, отображение заданное вот такими дробями. Оно не везде определено, но было показано, да, что там, где не определено, ну, я напоминаю, у нас была точка, была какая-то там плоскость, ну, там, какого-то размера. И мы, ну, просто обычная стереографическая проекция. И была написана формула, и говорилось, что, ну, вот смотрите, где не определена формула, даже, опять, меня чуть не запутали. Казалось бы, она не определена в огромном количестве мест, где знаменатель, ну, там, xn, да, где знаменатель был равен нулю, а проекция, казалось бы, не определена только в точке. Но, на самом деле, она не определена в любой, для любой точки плоскости параллельной, ну, гиперплоскости параллельной данной, она тоже не определена, да, потому что мы, ну, прямая, на бесконечность будет уходить. Вот. Ну, это, как бы, не было доказательство того, что это проекция, да, это просто было объяснение того, что, ну, как бы, все хорошо согласовано. Вот. А давайте просто, значит, смысл, в общем, в алгебраической геометрии обычной, ну, в такую, особенно, там, классическую, то, как раз, чем мы занимаемся, типичным рассуждением, там, каких-то отображений, соответствий является такое. Ну, возьмем, там, например, там, точку, проведем через нее прямую, она где-то пересечет, значит, образ, там, точки будет то, где что-то пересечет или что-то такое. Ну, это, как бы, в принципе, формально говоря, это, ну, не очень понятно, что сказано, да, это, ну, каким-то точкам мы что-то сопоставляем. Почему? А мы знаем, что регулярные или рациональные отображения, они задаются многочленами или отношениями многочленов. Откуда там многочлены? А приори непонятно. Но, как бы, когда люди такое говорят, они всегда понимают, что это все можно выписать, ну, они просто так, ну, не делают, но, как бы, все можно выписать алгебраическими функциями. Вот, вот давайте немножко этому принципу последуем. А именно такая вот, давайте рассмотрим проекцию точки. А именно такая задача. Ну, вот, пусть у нас есть точка П, ну, давайте с координатами А0, А1 и так далее, АН. Точка в ангарном пространстве. И какая-то гиперплоскость с данным уравнением, значит, В1, З1, давайте с координатами З5 писать, плюс так далее, плюс БНЗН, плюс С, равно нулю. Вот и я ее задал. То есть нарисую, вот гиперплоскость, точка. Давайте возьмем через точку, будем проводить прямые, ну, для каждой точки пространства. Возьмем прямую, проходящую через нашу точку П, и вот эту точку, не знаю, А. А эта плоскость будет L, да? Вот проведем, эта прямая пересечет плоскость в одной точке, и вот в точке А будем сопоставлять точку вот этого пересечения. Ну, естественно, разным точкам, всем точкам этой прямой будем сопоставляться одна и та же точка. Ну, как бы, ничего страшного. Нет, нет, просто вот такое отображение. Оно не везде определено, например, в точке П оно не определено, да? Ну, и вот здесь вот мы видим, например, вот это частный случай, просто у нас там, как бы, удачно подобраны были координаты этой точки. Вот во всех точках этой плоскости не определено, да? Просто отображение определенное, ну, почти для всех точек, вот как раз в том смысле, для общей точки, что называется, оно определено, или для почти всех точек определено, то есть для всех точек, кроме замкнутого множества. Ну, например, вот замкнутого множества в этом случае была вот эта плоскость параллельная. Вот, ну, здесь у нас, как бы, общий случай в том смысле, что... Так, что задача? Задача, ну, показать, показать, что это, что проекция рациональное отображение, отображение, то есть задается, ну, как бы, отношение многочленов, ну, и посмотреть, где оно, где оно определено. Ну, мы, как бы, вот геометрически мы это видим, и так, ну, понятно, там берется проекция и так далее. Ну, давайте все-таки, вот, выпишем, не поленимся и выпишем, вот у нас все данные есть, ну, как бы, все координаты, все, вот у нас есть координаты точки, координаты гиперплоскости. Давайте напишем это отображение. Спасибо. Давайте тогда, хотя бы, чтобы не один человек был в доске, давайте помогаем, потому что тут, как бы, такой вопрос, там, вытесление, просто проекцию прямой на... Ну, просто, ну, на гиперплоскость, проекцию прямой на гиперплоскость? Да. Нет, надо только... А, проекция из точки на гиперплоскость, да? Ну, давайте, сделаем это, сейчас я предназначу, я предназначу, если мы продержим прямую. Ну, давайте, если ты займешься, то, конечно, просто саму простой способ, то сделаем это вскоре, кому как проще, да? Смотрим, что у нас получается. То есть у нас есть направляющий вектор. Какой у нас направляющий вектор? Это у нас направляющий вектор... А, В. Ну, да. В, А. Какой у нас есть? Не совсем пошло. 71, а, В, С, А, 1. С, А, и, А. Таким образом, прямая, у нас будет задавать по уравнению, что это. И А1 плюс В. А1 плюс 1 минус 1, А1 плюс 3 минус 1. Это не просто. И вот эту, я предназначу, я предназначу. А теперь просто, давай... Все согласны? Да, ну... Ну, все, теперь... Не, не, не. Да, хорошо. Ну, я, как, пришел туда, чтобы взять А1... Да, теперь мы смотрим точку пересечения. То есть просто подставляем... Да. Что мы получаем? Мы получаем сумму... В, В, С, на АПТ плюс Т... Там, получается, сумму равную и с коэффициентами. Икса, и... Икса, 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 икса... Ну, нет, не... Ну, сейчас... Ну, сейчас... А, ну, там, плюс С. То есть плюс Т... А, ну, икс... Ну, что, давайте собираться... Икса, икса, икса... То есть, образ это такая точка, для которой... Ну, так... Это, можно сказать, она определяется таким числом Т, что вот это Да, все выполнено, да? Да. Ну, давайте... Ну, начать начать начать... Ну, мы... Ну, мы... Ну, частности... Ну, мы... Ну, мы... Ну, мы... Закономерный вопрос. У нас прямоугольные координаты или нет? Потому что, если у нас они не прямоугольные, то мы должны... Ну, мы можем проецировать только вдоль чего-то. А не бывает... А мы не проецируем вдоль чего-то, но, например, здесь это наше отображение. Здесь точка П, здесь точка А. Через них проходят единственным образом, надо же понимать. А проекция точки, а проекция точки вдоль... У нас в алгебратической геометрии, ну, там, если дополнительных данных какого-то нет, нет понятия прямоугольные координаты, нет понятия... Ну, тогда у нас вдоль чего-то обязательно. В частности, нет расстояния. Нет. Вот у нас отображение. Вот... У нас проекция. Слово проекция мы можем не произносить, просто оно так называется. У нас есть отображение, еще раз. Вот у нас есть точка, есть гиперплоскость. Каждой точке, ну, почти каждой точке, кроме каких-то там специально ошибкованных, мы каждой точке, вот каждой точке А, сопоставляем точку плоскости. Имеем право такое сопоставление делать? Ну, многим точкам будет одна и та же, да? А P у нас всегда фиксировано для них всех. P фиксировано и L фиксировано. А, все они, тогда я понял, что это значит. И тогда у нас есть направление, вдоль которого мы проектируем. Вот у нас вот этой точке мы сопоставляем вот это пересечение. Тогда согласен. Тогда не нужно пересечения. А у нас не должны возникнуть здесь однородные координаты, нет? Закономерно. Нет. 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 Проективная тут не особо причем. Ну, давайте. Хорошо. Аккуратно пересеченал. Ну, смотрите. Ты определил вообще не всегда. Ну, давайте ответим на первый вопрос, когда ты не определил. А это? Ну, во-первых, давайте все-таки, это мы тоже ответим. Давайте все-таки, куда эта точка перейдет. Вот у нас. Ну, давайте положим в той этапе. Время. И посмотрим, куда эта точка перейдет. Да. Смотрим все-таки. Это можно смотреть, наверное. Не, ну, если у нас так случилось, то у нас точка должна впасть в прямую, вот, плоскость. Ну, только. Смещённо. 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 Ну, да. Но у нас же какое-то поле. Какая-то... Нет. Ну, нет. Поле, не поле, это не важно. Геометрический. Тут геометрический можно вполне видеть. Ну, всё. Давай смешим, что, почему у нас этот гипер, у нас будет. Это i, d, плюс, минус, зума, минус, плюс. Ну, тут посмотрим на моё исцеление. n, x, x, а, d, d, сейчас умножить на x. Да, если тут плохо, то есть, b, j, например. Да, b, j, c, j, 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 Да, видите, вот это число, то есть это дробно-линейная, да, называется функция? Линейная функция разделить на линейную функцию. Никит, вот твои однородные координаты, если бы лямбер запихнет, как сам домножим, то ничего не изменится. Нет, они неоднородные. Тут нельзя так говорить однородно, потому что вот эта плоскость, она как бы неоднородна. Это не отношение однородных многочленников. А если мы рассмотрим точку не А, а, допустим, там, лямбер x1 и так далее, лямбер xn? А, поменяется, поменяется, что мы x1 и x1. Нет, нет, тут... Ну хорошо, давайте тогда такое... Во-первых, действительно посмотрим, где это не определено. Это не определено, где знаменатель равен нулю, правильно? А что мы больше не доделали? Просто то, что это упражнение явно записали. Мы, в принципе, доделали только на этот вопрос еще, ну вот он уже почти ответил, да? Вот он не равен нулю, не определен вот в этом случае, правильно? Заметим, что... А что это такое, действительно? Давайте... Ну это мы и так уже знаем, но как бы... Нет, формально, вот это определяется в данном состоянии... Это будет понятнешходно, но смотрите, вот это задает... Это вообще выражение задает смесь на плоскостей, вот эта плоскость... Это плоскость параллельная данная, проходящая через лоб. Вот это мы ее сдвинули. А сдвинули мы ее так, чтобы перепоскнуть... То есть, эта плоскость параллельная данная, проходящая через какую-то фиксированную точку. Заметим, что если мы вместо х-житых поставим ожитие, это очевидным образом занулится. А если это очевидным образом занулится, значит мы проводим через точку B. Таким образом, эта плоскость параллельная данная, проходящая через точку B. Да, в точности. Потому что плоскость параллельная вот нашей выбранной, Ее уравнение, можно сказать, она сдается уравнением, отличающимся от нашей, но только на свободный член. Ну, там у нас было С, а здесь будет не С, а какое-то другое число, а какое-то число. Ровно такое, чтобы наша плоскость через нас проходила. Поэтому эта проекция тоже неопределена. Плоскости, ну, как мы и ожидали, да? Если в плоскости параллельной, то она, конечно, любая прямая лежащая в параллельной плоскости, она не пресечет нашу. Это, как бы, характеристика параллельной плоскости. Все согласны? Хорошо, а теперь давайте, давайте сейчас я дам, просто чтобы не прерываться. Ну, давайте еще минуты три поговорим. Ну, закончим с этой задачей, а потом устроим перерыв. Значит, что я хотел сказать? Первое, что я хотел сказать, давайте все-таки, мотивация к этой задаче была проверить формулу, которую Константин Александрович вписал для проекции. Ну, это простое даже, наверное. Значит, для этого нужно что взять? Помните, у нас была проекция? Там, х1 тогда в хн. Вот он так писал. Переходят в х1 разделить на хн. Хн минус 1 разделить на хн. Ну, тогда это, нашим образом, таким должно получаться. Ой, к сожалению, спер... А, нет, 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 не стерворс точно. Вот, что нам нужно взять? А? Давайте возьмем, да, точку P, ну, точку 0. Однородно. То есть, сможет, тогда 0. А l, чем будет задано? Ну, наверное, х. Ну, тут у нас z, ну, ладно, неважно. Хн, то, наверное, равно 1. Да? Плоскость. Естественно, точка не лежит на плоскости. Да, ну, если точка лежит на плоскости, то понятно, что никакой проекции нет. Ну, давайте поставим все, ну, вместо z, это у нас будет x, это. Здесь будет 0, да, вот эти все 0, c у нас равна единице. Минус единица, это 1. Да, c равно минус единица, как раз с этим минусом она убьется. Здесь тоже все а0, кроме последнего. 3 первого. И xн у нас. У нас вот xн. xн, это равна единице. То есть b1 равно 0, b2 равно 0. Единственное, у знаменателя будет bn, то есть xn. Давайте так, x1, так далее, xn перейдет куда? В x1, ну, там, скажем, x1, да? Здесь будет наверху x1, только внизу выживет только xn, да? xn, так далее, и что дальше? xn минус 1. xn минус 1, разделить на xn, да? Да. Ну, не совсем, дальше единица. У нас, ну, как бы, тут небольшая вольность была, когда он так писал. Ну, она, как бы, не страшная и, как бы, логичная, да? Что тут-то у нас n минус 1 координата, а здесь n координат. Ну, он подразумевал, что вот эта последняя координата, как бы, это координата, ну, как бы, которая, ну, не лежит в плоскости. Тут, может быть, не стоит говорить, там, ортогонально и так далее. Ну, в общем, координата вектора из плоскости, который, ну, в общем, который можно считать константой, это сумма 0, ну, и поэтому его можно опустить. Вот. Поэтому, действительно, вот такое отображение и, в общем, его проекция, это как раз проекция в нашем смысле. Ну, и давайте, перед прерывом я домашнее задание дам, мы обобщим проекцию. Задача в домашнем задании будет такая. Вот у нас есть, ну, хорошо, вот у нас точки, мы из точки брали гиперплоскость, не проходящую через точку, из точки проецировали. Как-нибудь мы можем еще как-нибудь обобщить такое действие? Тоже, чтобы там, что тоже было бы, естественно, называть проекцией, но, там, немножко другого типа. Давайте, в трехмерном пространстве, скажем. В А3. Это еще стереографический, стереографический. Ну, да, но это как бы, нет, но это и есть стереографический. Давайте так возьмем, давайте я сейчас опишу геометрически, а задание будет, ну, да, в принципе, для, как бы, чтобы хорошо понять, я задание-то не дам, но, как бы, советую вам сделать, попробовать, попробовать написать обратное к этому отображению. Нет, ну, это, как бы, так же, ну, вот у нас есть проекция из точки, значит, вопрос. Существует ли рациональное, давайте так, существует ли рациональное отображение... Нет, 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 в общем, я все неправильно сказал, тут так не получится. Ну, ладно, мы для следующей задачи так делаем. Ну, и смотрите, в А3 можно по-другому сделать. Возьмем не точку, а прямую. Ну, правильно, правильно, предлагается такое отображение, возьмем любую точку, значит, возьмем какую-нибудь, вот эта прямая фиксированная, L1, ВА3, возьмем другую прямую какую-то, L2, с ней скрещивающуюся, то есть не пересекающуюся. Такое отображение, возьмем точку, да, натянем на точку, и L1 плоскость. Точка пересечения скрещущаяся прямой плоскость. Да, она пересечется в одной точке вот с этой прямой. Что мы фиксировали, L1, L1? У нас обе прямые фиксированы. И точкой фиксировали? Нет, точкой не фиксированы. Вот у нас фиксирована прямая, L1, фиксирована другая прямая, L2. И я теперь каждой точке пространства, ну, почти каждой, каждой точке пространства буду сопоставлять точку прямой, L2, вот таким образом. Я через эту точку и через L1 проведу плоскость. Эта плоскость будет пересекать мою точку L2 в одной какой-то точке. Вот эту P, вот эту, если обозначить ее Q, P переходит в Q. Да, тут уже в одну и ту же точку, заметим, там у нас целая прямая, переходил в точку, а тут все точки этой плоскости, они тоже перейдут в эту точку. Ну, они же в одной плоскости лежат. Вот, то есть тут как бы одномерный прообраз, ну, там, мы размерность еще как раз только на следующий лекций будем оцелить, ну, и, ну, понятно, понятно. Одномерное линейное пространство даже. Вот, а тут двумерный. А там не все точки плоскости, а все точки прямой прямой лежат. Ну, да, да, когда я говорю все, это имеется в виду почти все, и там, может быть, у них какие-то плоскости. Вот, это называется проекция из прямой, то есть проектировать можно не только из точки из прямой. А домашнее задание, давайте такое его обобщенное выяснить. Выяснить, когда в АН можно проектировать проектировать из линейного пространства в линейное пространство, ну, из афинного пространства, да? Из афинного пространства в афинное пространство. Ну, вот, например, если из прямой на плоскость мы не сможем спроектировать, да? Потому что если вместо L2 у нас не прямая была бы целая плоскость, то эта плоскость вот наша пересекала бы эту нашу плоскость по целой прямой. И непонятно, как выбрать образ, да? А тут нам повезло, что плоскость трехмерного пространства прямой в одной точке пересекает. А, может, нам их идти Горзмоняна выводить? Ну, получается, в общем случае, мы можем взять N-1, ну, с N, сейчас, N-1, проекцируем N-1, проекцируем N-1, да, на N-2. Ну, вот, да, ответ такой, что, как бы, это связано, то есть, нужно связать размерность того, откуда проектируем, куда проектируем, и объявляющие размеры объявляющего пространства вот этого N. Ну, когда она определена, да? Сейчас будет рационально. Нет, ну, во-первых, когда она определена, да, когда мы вообще можем говорить, что мы сопоставим точкой какой точкой. Например, если вместо L-2 мы бы взяли плоскость, мы бы точку не смогли сопоставить. Ну, потому что плоскость с плоскостью по целой прямой. Взяли два подпространства и типа сказать... Да, два подпространства, когда... Вот, а если вместо L-1 мы взяли точку, то тоже так бы не получилось, да, потому что если бы мы взяли точку и через две точки проводили прямую. Но она почти никогда из-за не пересечет, поэтому точку... Вот тут как раз единственный шанс это взять две прямые. Ну, или точку и плоскость. Ну, я думаю, вы уже догадались ответ, конечно. Вот. Ну, и написать... Уравнение проекции. Ну, функции задающей проекции. Ну, посмотреть, тут можно это творчески. То есть, если вам совсем будет тяжело, ну, там много коэффициентов и так далее, и совсем не захочется, ну, можете взять, например, хотя бы одну из этих плоскостей, посчитать... Да, во-первых, нужно подумать, как они будут расположены. Ну, там, например, две прямые мы же не можем взять, две параллельные прямые. Вот. Ну, и, как бы, если совсем сложно, можете взять и какую-нибудь из них простую. Ну, например, там, задающийся уравнением z1 и так далее, zk равно нулю. Вот. Понятны задачи? У меня глупый вопрос. То есть здесь, говорят, смыняны будут уместны или нет? Ну, здесь я бы не сказал. Если предыдущая задача не были, вместо проектирования плоскости, то, конечно, что, скорее всего, истичнее будет вместо... Нет, ну, здесь... Ну, нет, в принципе, это можно. В принципе, можно это свести к вопросу, ну, так скажем, к вопросу вычисления характеристических чисел грахманиана. Но это, как бы, все гораздо сложнее. И как это можно вычислить через... Ну, если так сказать, можно рассмотреть, ну, в этом случае, например, грахманиан плоскостей в трехмерном пространстве. На нем есть циклы гомологические, которые... Все плоскости, проходящие через данную прямую, и все... А другое, все плоскости, пересекающие данную прямую. Вот если их перемножить, должно получиться какое число. Ну, это число равно единице. Значит, у нас будет один-другой. А может ответ да, когда это число равно? Нет, нет. Ну, как бы, то, что это число равно единице, это значит, как раз, что у нас есть отображение однозначно определенное. То есть это пересечить циклы, получается... Ну, да, то есть это значит, что каждый... Ну, в общем, лучше об этом не думать. Тут как раз задача на... Ну, попробовать руками выписать рациональное отображение. Мы после перерыва сделаем еще одну задачу, такую более интересную в некотором смысле. Еще раз выпишем рациональное отображение такого же плана. Но, как бы, мораль это нужно смотреть на то, что... Это так, что... Ну, вот мы записали... Ну, геометрически описали. Ну, вот, да. Точки соответствуют что-то. Наше отображение как раз будет биррациональным. Второе отображение, которое после перерыва... Нет, это одно и то же, потому что... Ну, ну, да, здесь, как бы, тут их нужно рассматривать как проективный плоскоп. В общем... Если добавить еще лучше, тогда можно... Лучше давайте это, как бы, не будем трогать. Давайте такую задачу обсудим. Тут у нас, видите, проекция... Проекция вещь такая сильно неоднозначная, да? Многие разных точек переходят в одну и ту же. Но, в принципе, от этого страдать не стоит. Мы сейчас не будем этого разбирать. Да, не забываю. Сейчас не будем это разбирать, но на следующем семинаре... Видимо, будут... Будут примеры, когда она будет как раз хорошо определена, хотя бы там взаимно однозначна или биррациональна. Ну, потому что мы будем ее рассматривать не на всем пространстве, а на каком-то подмногообразии. Ну, вот помните, с чего мы, наверное, в самый первый раз начались? Стереографическая проекция окружности из точки. Вот проекции на плоскости, на все плоскости, конечно, много прообразов и точки, но из них те, что лежат на окружности, их всего одна обычно. Поэтому, как раз при ограничении на окружность у нас все хорошо. А теперь давайте такую задачу попробуем обсудить. Задачу. Дана кубика за одно уравнение просто. Х, ну, самое обычное. Х третий плюс Y третий плюс Z третий равно единице. Ну, кубик, это значит уравнение третьей степени. Это все третьей степени, да. Три перемена, то есть это в А3. Доказать, что она она рациональна. А что значит, что кривая рациональна? А это не кривая. Ну, кривая, что значит, что многообразие рациональное. Многообразие рациональное. Давайте скажем так. Давайте я скажу, что то, ну, кубика V то есть по определению. Давайте так. Чтобы алгебраическая геометрия как-то продемонстрировали. То есть, K от V поле функции изоморфно K ну, K ну, K это у нас там можно считать, что комплексные числа. Алгебраический связан это характеристики 0 ну, то есть что-то из этого можно ослабить, но нам это не принципиально. от X ну, там от V то есть поле функций от двух переменных. Отношение многочленов от двух переменных. Это по определению ну, а в принципе алгебраическое многообразие рациональное, если его поле функции это поле функции от какого-то количества переменных. это переменные это количество и будет там то, что вы будете обсуждать это будет разношение. Ну, я специально сказал чуть сложнее давайте это на геометрический термин. В геометрических терминах скажем ну, там давайте решение. В геометрических терминах что можно сказать? Что такое рациональность? Энергия существует у какого? Рациональный изоморфизм между плоскостью параметризацией рациональности или так? Правильно это рациональность это то же самое что бирационально эквивалентно плоскости да? потому что вот это поле функций на плоскости а мы знаем что отображением многообразия рациональным соответствует отображению полей и они изоморфны тогда и только тогда когда существует бирациональный изоморфизм то есть мы из кубики можем что-то выкинуть какое-то замкнутое множество взять открытое множество на кубики взять открытое то есть взять почти любую точку на кубике там может быть если ее координаты не какие-то там очень вредные взять почти любую точку на плоскости и одно в другое перевести отображением заданным рациональными функциями заданным отношением многочленов осваивались из-за компонент когда рациональное отображение да задает можно геометрических терминов это значит что значит если у нас есть x и y то они бирационально изоморфны это вот так вот по-моему не было этих такого обозначения это на такую стрелочку на такая тире потому что это символизирует то что это отображение не определено в принципе это рациональное отображение такое что здесь можно взять открытое множество u здесь открытое множество v и вот между ними если на них это ограничить на них оно определено и будет изоморфизмом мы говорили что при бирациональных отображения бирациональное отображение это ровно те отображения такие что соответствуют отображения полей функции на нем это изоморфизм полей да или биекция на открытом множестве не биекция а бирегулярное отображение то есть сюда существует отображение f сюда g регулярное такое что fg это тождественное отображение на значит сначала f g потом на u g f тождественное отображение на v это может быть там немножко новый для вас язык но к нему достаточно быть привык я вообще не понимаю откуда у нас создается смотри у нас оно вначале так то есть что есть изоморфизм k v k x y да хорошо откуда мы берем отображение какое то значит это утверждение такое насколько я помню оно на лекциях разбиралось для регулярных было другое для регулярных было говорилось что если кольца функции регулярные кольца функции отображение колец функции изоморфизм тогда и только тогда когда многообразие изоморфы да вот тут такое вы берем отображение ну что-то мне казалось что это было на лекции но в принципе отображение ну тогда вот хорошее упражнение на дом упражнение проверить рить эквивалентность двух определений значит первое определение что поля функции изоморф на второе что есть открытое множество на которых ну то есть есть иными словами есть рациональное отображение ну как бы что я здесь сказал что есть отображение из х в у рациональное оно может быть не везде определено но почти везде из 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 отображение так то есть так как и такое что когда мы их скомбинируем ну нельзя сказать что это тождественное отображение потому что оно же не везде определено но там где оно определено вот это и есть эти наши открытые множины там оно тождественное отображение ну давайте дам подсказку вот у вас есть поле функции это вы берете это поле частных кольца функции до кольца функции есть какие-то порождающие но есть какой-то идеал вот посмотрите куда перейдут порождающие вот и проверьте что как бы то куда перейдут порождающие они перед перейдут в какие-то функции до какой-то элемент поле функции как это отношение многочленных вот вот они как раз и будут давать нужно регулярное отображение ну рациональное отображение ну конечно у них будут какие-то многочлены поэтому только как один знаменатель и поэтому но ведь вот открыты множество понятные идеи и утверждение как бы идея почему так могло быть когда изоморфизм нет нет кольца изоморф кольца регулярных функций да а поля да 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 ну вот я отвлекся мне удалось это как раз вы обсуждали на лекции но в любом случае это это будет обсуждаться по моему в конце лекции это да это тоже ну хорошо но я думаю это будет в любом случае это будет потому что этого это очень важный факт он будет обсуждаться на лекциях но будет хорошим сюрпризом для лектора если вы это так продумаете про себя как-то поймете прочувствуете и тогда когда он вам будет рассказывать вы будете все легко понимать вот но давайте то есть вот упражнение оно необязательное но я не буду ставить звездочку потому что она не 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 сложная но как бы в том смысле что она не обязательно но конечно желательно вот а теперь но давайте тогда забудем про поля тем более времени ухты времени совсем немного тогда давайте знаете как вот давайте так сделаем вот эту задачу мы ее решим геометрически то есть не обсудим ее геометрически а дома она там будет задание выписать ее губраически то есть выписать отображение давайте геометрически поймем что происходит но что пока она так если давайте про значит будем считать что мы сделали это упражнение и будем считать что нам нужно доказать что она операционально эквивалентно плоскости то есть нам нужно как это почти везде определенное отображение которое является отношением многочленов из каких-то вот множество точек вот таким заданной и какой-то плоскости вот но не знаю как вам но мне бы на вашем месте сходу сразу не было бы понятно откуда его брать но это хорошее предложение но проблема в том что у нас кубик у нас третья степень поэтому если мы прямой будем пропускать она будет в двух точках проходить давайте давайте найдем две разумные точки лежащие на сутки чтобы еще больше точек может быть не так чтобы поискать две хорошие точки пусть пускать прямую сейчас ну если мы теперь но давайте как бы мое предложение как это сделать выбрали для него догадайтесь потому что но там оно может быть вам показаться неожиданным но тем кто там там немножко проективно какую-то ну понятно что в общем есть один такой из самых знаменитых начальных ну и необязательно начальных сюжетов который я надеюсь такой самый классический который мы будем проходить я надеюсь обсуждать ну ближе может быть к концу это ну это правда не для вот такой вот афинной кубики а для проективной когда мы будем проективно многообразие проходить но это не очень важно есть такое утверждение оно там с разных точек зрения геометрических интересно что на кубике лежит 27 ровно 27 прямых и они там специальным образом друг друга пересекаются там из них пары не скрещивающихся ну как бы тут как бы не вся кубика да тут только такая что называется афинная часть но даже не важно в общем на этой кубике я предлагаю сделать следующее найдем две прямые не пересекающиеся скрещивающиеся которые целиком лежат на кубике и будем делать следующее каждой точке и возьмем какую-то плоскость ну тоже такую а в смысле лежат содержится содержится целиком все прямые это же у нас ну как бы двумерная такая более-менее понятно что двумерная и вот возьмем точку и каждой точке сопоставим рассмотрим прямую которая пересекает обе эти прямые это в принципе ну не каждый раз так получается да ой а так можно ну вот я как бы пока предложение делаю я же не 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 вот посмотрим можно или нельзя и можно выбрать так что она тоже будет лежать нет она лежать не будет она вот в том то и дело что она лежать не будет у нас есть значит точка лежащая на кубике возьмем точку на кубике возьмем прямую конечно которая не лежит на кубике ну почти всегда не лежит на кубике но она пересекает эти две точки лежащие на кубике ну в частности вот эта прямая она будет в скольких точках пересекать кубику ну в трех вот этих да эта же прямая целиком лежит на кубике или один это это вот вот нужно значит вопрос можно ли так сделать допустим да 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 не просто прямую прямую которые и и первые и и вот эта точка п я точки п сопоставляю прямую лп следующим образом это лп проходит через п ну нашу точку л1 и л2 то есть пересекает л1 и л2 л1 и л2 зафиксированы но они не любые которые лежат прямо на кубике как то вообще ну это нужно конечно проверять я как бы пока план доказать план доказательства излагать просто я знаю в р3 множество таких прямых рп это однополосный гиперполод по моему и это не все р3 совсем нет но у нас точка п у нас неправильнее произвольные точки а точка п лежит на кубике вот такое утверждение что то есть давайте попробуем показать что такое можно сопоставить каждый прямой каждые точки единственным образом прямую хорошо и что дальше с этим сделано а дальше уже почти все сделано у нас с каждой точкой мы сопоставили прямую а как прямой сопоставить точку плоскости какой-то зафиксированной мы знаем мы просто пересечем эту плоскость п у нас на кубике да точка у нас на кубике и две прямые на кубике вот ну давайте как бы сейчас уже все равно конец давайте значит я напишу домашнее задание задание показать ну может конечно каким угодно способом но по-моему такой самый ну советую таким способом показать что таким способом способом можно построить построить рациональное функциональное отображение давайте посмотрим в принципе вот у нас есть точка да это вообще для любой в общем положение кубики в принципе да ну для любой гладкой ну мы тут выбрали потому что ну в частности ну давайте это чтобы проще было выберем какие-нибудь прямые ну что я хочу сказать давайте попробуем сделать что называется подсчет параметров вот у нас есть точка в трехмерном пространстве сколько параметров есть у прямых проходящих через эту точку ну направляющий вектор направляющий вектор да получается сколько ну нет ну у нас все вторая точка в трехмерном пространстве три ну не три нет два два вектор то целая прямая есть два параметра причем они такие линейные да ну как бы векторы мы складываем вот то есть на самом деле у нас как бы ну давайте так давайте зафиксируем какую-нибудь плоскость не проходящую через эту точку для простоты и тогда для почти всех ну там каких-нибудь параллельных у нас вот эти параметры это просто вот это плоскость линейное пространство да ну каждый прямой будет соответствовать пересеченец этой плоской два параметра а теперь какое условие что прямая пересекает прямую ну это линейные условия на наши параметры поэтому у нас есть двумерное пространство линейное на нем два линейных условия это задает точку то есть ну то есть единственным образом задает прямую ну там точно да ну задает прямую поэтому вот таким образом неформально мы то есть ну как это можно и формально собственно задача в том что это формально сделать но как бы себя по крайней мере мы убедили что существует ровно одна такая прямая с согласно ну нам кубика нам даже не так важно вы согласны понять нет ну и если как бы определенно вообще откуда это сделать вот я объяснение да ну подождите как бы более-менее то есть вы согласны что что прямая ну естественно ожидать что прямая будет одна да согласны нет ну если как бы если непонятно ну лучше если что-то непонятно сейчас там повторите это несколько раз потому что это на самом деле это важное такое соображение когда этого можно догадаться просто он еще раз у нас есть двумерное линейное ну примерно линейное пространство прямых проходящих через точку просто направляющих векторов можно вместо направляющих векторов брать пересечения с какой-нибудь общей гиперплоскости ну гиперплоскости не проходящих через эту точку тогда у нас уже будет прямо одно такое почти однозначное соответствие вот мы с точкой вот как эта плоскость каждый прямой соответствует вот точке этой плоскости ну там почти каждый параллель не считаем но мы же параметры считаем вот и то что прямая пересекает прямую какую-то это накладывает линейные условия да что какие-то там коэффициенты там линейная комбинация коэффициентов равна чему-то прямая пересекает вторую линейные условия поэтому у нас вот на этой гиперплоскости будет одна прямая как бы ну 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 да то есть у нас на этой гиперплоскости одна прямая будет прямую высекать и вторая прямую ну вот получается ровно одна точка будет то есть ровно одна прямая выходящая из нашей точки которая и первую прямую пересекает и вторую ну 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 давайте тогда тем более уже совсем конец давайте просто действительно был вопрос откуда взять эти прямые был циничный был дан циничный ответ угадаем ну давайте угадаем я вот даже угадал какие удобно взять вот значит давайте такие предлагается взять такие прямые пусть epsilon в третьей равна единице да корень 30 степень из единицы и прямой l1 это будет просто x плюс y 4 да 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 у нас все все на этим ну там в какие-то слов не аутбрейческие замкнутые поля да еще и может быть характеристики но лучше не лезть у нас все на c3 ну значит возьмем просто например одну прямую z равно единице да если положим z равно единице тогда здесь единица сокращается это будет x плюс y на там знаешь что такое x квадрат там плюс xy минус xy это x плюс y равно z равно единице равно z равно единице да я вместо z подставил единицу если я подставлю вместо z единицу у меня уравнение будет будет разлагаться на линейный множитель или какой-то квадратичный может если пассивить 1 если пассивить равно z минус 1 равно 0 это минус когда я подставил z равно 1 у меня все оставшееся выскочил в линейный множитель ну значит прямая ну а второе давайте мы хотим скрещивающийся прямой давайте z минус епсилон да значит z минус епсилон тогда у меня тоже ну епсилон в третьей же равно единице у меня сократится здесь тоже линейный множитель но x плюс y я не могу брать да иначе эти прямые они будут в одной плоскости лежать давайте возьмем x плюс епсилон y да когда мы за это равно единице поставим у нас получается x третий плюс y третий а чему это равно это x плюс y на x плюс епсилон y на x плюс епсилон в квадрате y правильно? так же разлагается вот ну я взял разные эти ну видно что они не скрещиваются они вообще не пересекаются да здесь z равно единице здесь z равно епсилон вот и здесь то есть это такие прямые которые не пересекаются они лежат в одной плоскости очевидно ну вот задача взять эти прямые взять каждой точке да а плоскость я когда решал эту задачу я взял нам же мы проводим прямые ну как бы через каждую точку проводим прямой пересекающий L1 и L2 почему L3 я написал L1 и L2 вот и пересекаем ее с плоскостью и это и будет как раз операциональная эквивалентность а плоскость я взял H это z равно 0 уж проще некуда очевидно что никакая здесь прямых не лежит в этой плоскости значит нужно взять точку найти прямую пересекающую и это и это через эту точку и пересечь ее с этой плоскостью тогда это и будет значит ну да и хорошо исследовать где-то не определено да и ну как бы я уже не буду писать но последнее попробуйте геометрически и алгебраически понять значит пусть вы такое построили будет ли это отображение перерациональным помните задачу последнюю теорему на которой на лекции была какая беекция вот да беекция в общей точке ну у нас то в общей точке будет беекция правильно у нас в каждой точке одну точку прямой значит нужно проверить что в одну в одну точку не попадет не получится что две прямые уткнутся на плоскости в одну точку вот вы посмотрите как это геометрически ну и как бы круто если вы прям и вы это еще и алгебраически выпишите ну я сам этого честно говоря не выписывал поэтому но я не думаю что это очень сложно но это может быть муторно вот но и когда вы геометрически проверьте вы увидите что это рационально соответственно все в